Возвращаемся к Иуде Искариоту, оттепельного тематографа. Да, и, собственно, такой пророк, который через свои идеи он состоялся, то, что его идеи встречаются во многих фильмах, там, Тарковского, Сокурова, я не знаю там кого еще, не мои слова, ну, который не снял ни одного фильма. То есть был один из «Пепла» по ремарку в 58-м году, телевизионный фильм, но, в общем-то, так в истории бывает. Так. И вы решили вернуть эти имена, вернуть эти фильмы зрителю нашему? Или вот какой основной стимул был? Основной стимул был такой, что вообще все это было просто. Я не нефтяник, я музыкант, поэтому я больше не в физику, а в метафизику верю. И когда мне вдруг в очередной моей хорватской творческой ссылке, я каждый год уезжаю там на месяц, стали приходить... На который месяц? Октябрь. А, понятно. Туристов нету, тепло, мандарины поспели. Да, я бы не просто так спросил, да, потому что в августе, в общем-то, сложно. Ну да. И стали приходить мне не просто песни вдруг однажды в октябре, а какие-то темы. И это были явно темы из кино, но этих фильмов я никогда не видел, стало быть, и музыку никогда не слышал. Я просто прерву. Весь этот материал, он инструментальный, который будет представлен? Где-то на три четверти инструментальный, и где-то четверть будет титровых песен, то есть еще и песни из этих фильмов, из этих неснятых фильмов. И, в общем, я пошел по следу, сделав логический вывод, что если это музыка из фильмов, в которых, видимо, они не были сняты, я начал копать и наткнулся на целое кладбище. А где вы начали копать? Вот место, где вы? Вы же не в Корматии начали копать. Вы знаете, это все же работает так. Беременные же, они вокруг себя кого видят? Только беременных. И когда у тебя в сердце попадает какая-то идея или желание, то есть намерение включается, и такое поле внутри тебя и вокруг, и любая случайность, она, собственно, начинает тебя вести дальше. Случайная встреча. Вот идет мимо какой-то мой знакомый, я у него спрашиваю, а ты ничего не слышал про неснятые фильмы? Он говорит, а, ну вот тебе нужно... Ну, в данном случае это была Дуня Смирнова. Она говорит, ну, тебе нужно поговорить... Ты к папе своему отправила, наверное? Нет, потом к папе. Сначала отправила «Любовь Аркус», это журнал «Сеанс». Да, конечно. Люба сказала, и Люба мне открыла такой прямо плацдарм, рассказала про Гринштейна, про его рассказ «Дом с Башенкой», что с Тарковским они собирались делать фильм. Ну и дальше раскатала целую поляну, я пошел по следу. Потом... Ну и дальше, дальше начал встречаться с героями, с киноведами, они меня передавали как эстафетную палочку. Собственно, я понял, что это... Я наткнулся на кладбище, на целое кладбище непоставленных фильмов. Это удивительный феномен, когда после золота Канн и Венеции, когда каждый год наши прекрасные молодые ребята завоевывали золото и серебро, вдруг в одночасье, с начала осенью 63-го года, на Мосфильме было закрыто 12 картин, а в 68-м как раз... Они по идеологическим причинам называются? По идеологическим. Ну, после Хрущев, Манеж и тут же, собственно, эти 12 картин были закрыты. И, в общем, выкашено все было, все остальное в августе 68-го года после Праги. А, после Чехословакии. После Чехословакии. А, и, как говорит историк Валерий Фомин, если бы эти замыслы все-таки случились, наше кино было бы иным. Оно по-другому бы звучало, потому что диапазон поисков был широкий. Ну, понятно, что среди этих непоставленных фильмов были и хорошие, и плохие, и гениальные. Некоторые гениально бы изменили и перепахали бы нашу страну, если бы Шукшин снял... Ну, это сослагательное наклонение, оно меня смущает. Мы не знаем, какими получились бы эти фильмы, если они существуют только в виде... Евгений, но мы знаем, например, Шукшина, и мы знаем, мы знаем тему Степана Разина. И мы примерно знаем его такой, ну, даже не сценарий, это в виде романа опубликованного. То есть мы бы вообще, может быть, даже русского человека по-другому представляли. У нас точно были бы другие анекдоты, другие герои. Представляете, был бы, ну, помимо Штирлица, был бы еще какой-нибудь там, я не знаю, кто-нибудь еще. Ну, и так далее. И было бы понятно, было бы понятно по-другому. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.